Уже через неделю, а именно 21 августа в 11.00 пройдут выборы президента РУАД. В них участвуют Сергей Киселёв из группы компании Ключавта и Зубарев Вячеслав из компании Транстехсервис. Это уже второй раунд для обоих соперников, так как ни одному из них до этого не удалось набрать две трети голосов. В связи с чем Совет РУАД совместно с кандидатами приняли решение пойти путем джентльменского соглашения. Побеждает тот, кто наберет большее количество голосов. Также для того, чтобы лучше представить кандидатов общественности, были организованы дебаты, что стало абсолютным новшеством и новой ступенью развития предвыборной гонки кандидатов в президенты ассоциации. День голосования уже на следующей неделе, а значит самое время определиться с тем, за кого вы отдадите свой голос. Возможно, для того, чтобы сделать выбор, вам помогут предвыборные программы, представленные кандидатами, с которыми можно ознакомиться на сайте РУАД. Так как, несмотря на то, что оба участника планирует развивать ассоциацию, у каждого из них свое видение данного процесса. А тем, кто не смог присоединиться к дебатам в режиме онлайн, рекомендуем посмотреть их в записи на сайте ассоциации. Будьте активными, авторитейлу важен ваш выбор. Президенту следующему хотелось бы, конечно, пожелать прежде всего стойкости и терпения, потому что он не представляет, оба кандидата не представляют, сколько приходится выдерживать на себе эмоции других дилеров, чиновников, производителей и так далее. При этом я очень сильно рассчитываю, что будущий президент сможет находить по-прежнему компромисс между интересами всех участников дилерского бизнеса, как крупных компаний, так и средних и мелких. Потому что не секрет, что иногда эти интересы не совпадают. И, конечно, хотелось бы, чтобы баланс продолжал соблюдаться. Я, насколько мог, этот интерес старался соблюсти. Уверен, что у меня это получилось. Поправим перевеса не в сторону крупного бизнеса, не в сторону среднего и малого бизнеса. А так, я думаю, что работы будет много. Работа, если от этого получаешь удовольствие интересная, ну, а я там чем могу, помогу. Все чаще автопроизводители стали обсуждать идею продаж машин напрямую, минуя дилерские предприятия. В таком случае автосалоны будут играть лишь роль ассистентов подготовки и обслуживания автомобиля. А если клиент будет покупать автомобиль с доставкой на дом со склада производителя, то вообще непонятно, чем будет заниматься дилерская сеть. Помимо этого, производители планируют предоставить клиентам возможность на их онлайн-платформе получать автокредит, оформлять страховки, каско и осаго и оплачивать автомобиль в онлайн-режиме. А это те дополнительные продажи наряду с сервисными услугами, которые приносят реальную прибыль, в отличие от продаж автомобилей, где маржинальность уже давно находится на минимальном уровне. Схему продаж автомобилей без дилеров использует компания Tesla в США. За это американский производитель электрокаров неоднократно подвергался критике со стороны североамериканской национальной ассоциации автомобильных дилеров НАДО. И в данный момент споры по этому вопросу продолжаются. Российская ассоциация дилеров также намерена отстаивать права участников авторитейла. Очевидно, желание почти всех производителей контактировать с клиентом напрямую. Правда, там есть очень много вопросов, которые они не могут в настоящий момент решить. И поэтому без дилеров в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, даже в ближайшие десятилетия, вряд ли они смогут обойтись. Хотя попытки будут все равно делать постоянно. В рамках обсуждения этой тематики в Минпромторге была затронута как раз проблематика разных вопросов, которые возникают при онлайн-продажах. И Минпромторг попросил высказаться РУАД на эту тему. О чем, собственно говоря, сейчас идет и речь. Мы отправили в Минпромторг свое видение, что необходимо сделать для того, чтобы эта ситуация была равноправна для всех сторон этого процесса. И клиентов, и производителей, и дилеров. Понятно, что идеально хотелось бы, чтобы было, как во многих американских штатах, запрет прямых продаж производителям автомобилей напрямую клиенту. Объяснение здесь простое. Во-первых, это не позволяет монополизировать рынок по конкретному бренду. Во-вторых, распределение налогов происходит, равномерно по территории Российской Федерации, по сетке дилерской. Ну и, в принципе, есть еще вопрос закона о защите прав потребителей. Но будет ли услышана или не будет услышана история с запретом прямых продаж, это очень спорный вопрос. Но, тем не менее, поэтому мы смотрели дальше. И, на наш взгляд, важны следующие еще действия. Первое – это недопущение ущемления по цене производителя своих дилеров. То есть производитель не может продавать машины дешевле, чем он их отпускает дилеру с учетом запланированной маржи дилера. Потому что в противном случае это дискриминация. И тут, конечно, если вдруг такие случаи будут появляться, то это уже к федеральной антимонопольной службе. Потому что это прямая дискриминация своих партнеров. Второй вопрос – это как раз вопрос закона о защите прав потребителей. Потому что желание производителя сейчас продавать напрямую, но выдавать будет дилер. И в случае, если возникает проблема по закону о защите прав потребителей, потребитель идет к дилеру. Но тут встает резонный вопрос. А при чем тут дилер, если вы продали напрямую? Продукт ваш, продали вы сами, а отвечать должен дилер. Понятно, почему это делается. Потому что просто юридические службы производителя не в состоянии обработать тот вал претензий, который на сегодняшний день даже есть. Поэтому большое желание переложить на плечи, собственно говоря, своей дилерской сетки. Ну и там еще ряд вопросов, которые в письме отражены. То есть мы, в принципе, проанализировали все проблемные точки, о которых правительство в лице Минпромторга и сообщили. Со стороны РУАД уже направлено письмо в адрес директора департамента автомобильной промышленности ПАКу Денису Клементьевичу, в котором предлагается решение для регуляции правил онлайн-продаж автомобилей. А именно запрет прямых продаж производителями, запрет на ценовую дискриминацию, запрет на реализацию авто продавцами без возможности предоставить услуги ремонта и техобслуживания, а также закрепить за продавцом, помимо дилеров, ответственность перед покупателем за качество автомобиля, предусмотренную федеральным законом о защите прав потребителей, в том числе по гарантийным обязательствам. Все эти меры помогут сохранить дилерские сети, а значит более 300 тысяч сотрудников авторитейла не останутся без работы. В противном случае это негативно отразится на общем социальном фоне в стране. Подробнее с письмом вы можете ознакомиться на сайте ассоциации в разделе «Диалог с властью». По данным АЕБ, июнь ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка легковых автомобилей с пробегом на 13,8% больше, чем год назад. Индекс РУАД показывает, что динамика контрактования в этом же месяце составила плюс 23% с учетом данных о расторжении контрактов. Также НБКИ предоставила информацию, что во втором квартале 2020 года количество выданных кредитов упало на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 3 июля в Республике Башкортостан состоялась ежегодная встреча участников автопробега «Салют Победа», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине создания воздушно-десантных войск. Мероприятие проходило при поддержке РУАД и официального дилера «Хавейл» «Автотехсервис». Участники пробега преодолели 2500 километров, посетили 17 населенных пунктов, где встречались с ветеранами боевых действий. РУАД поздравляет всех со столь значимыми юбилеями и призывает авторитейл чаще обращать внимание на социальные проекты в нашей стране. Ждем подобных новостей и от вашей компании. Будьте в курсе самых актуальных событий автобизнеса на РУАД ТВ. РУАД ТВ